Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном нашем объекте. Закончили работы по монтажу композитной черепицы. Работы выполняли в зимний период. И сейчас поговорим немножко о нюансах монтажа и о небольших технологических особенностях данного материала. Друзья, вот так вот у нас выглядит композитная черепица вблизи. Имеет она у нас вот такую каменную подсыпку. Объемную форму. Повторяет по форме натуральную черепицу. Производство данной композитной черепицы компании Жерард. Коллекция вот с такой вот формой волны называется Диамант. Какие особенности? Прежде всего это точки крепления. Крепится она в торец об решетке. Они как многие привыкли сверху. И применяются вот такие вот специальные гвозди. Земли, вот этих вот гвоздей, их не видно. Посмотреть просто-напросто нереально. Карнизная зона имеет также у нас точки крепления с помощью гвоздей. Какая особенность? Состоят они у нас из небольших модулей, листов кровельных. Вот видим раз стык. Вот видим уже два стыка. Укладывается она в шахматном порядке. Вот эти вот стыки, перехлесты, ни в коем случае не должны быть у нас по одной линии. Герметичность обеспечена с помощью того, что один лист находит на волну другого листа. В верхней части у нас листы стыкуются таким же образом. На нижней находит верхний. Важный момент правильно выполнить пошаговую обрешетку. Чтобы вот здесь вот у нас стык был плотным и не было никаких либо зазоров и вздутий. Крепится, как я уже сказал, на гвозди. Посредственно в торец. На коньке использован тоже объемный конек у нас полукруглый. Вот так вот она у нас выглядит. Что касается карнизной зоны. Сейчас вот течет у нас вода. И есть небольшая оттепель. Применяется вот такая вот широкая карнизная планка. Капельник. Вот такой вот формы у нас интересные. Листы заходят непосредственно на него. Течет у нас водичка. А для чего он здесь такой широкий? Используется для того, чтобы у нас заходил непосредственно водосточный желоб. И в таком вот исполнении, за счет его размера, каких-либо перехлестов и переливов через желоб здесь у нас не будет. Но опять же при правильной организации и направлении отвода воды из желоба. И правильном уклоне. С фронтонной части, перед тем, как установить лист, модуль, мы должны сделать отгиб. Вот видим. Вот здесь выполнен. Ну и собственно, вот в этом месте устанавливается брусок, на который уже потом крепится у нас ветровая планка. И вот этим вот отгибом мы упираемся в данный брусок. Вот таким вот образом у нас водичка будет упираться в него и стекать вниз. Что касается конька. На коньке применен у нас объемный конек полукруглой формы. Крепится он на брус. Брусок устанавливается с помощью вот таких вот элементов, как в натуральной, на натуральной черепице или цементно-песчаной. То есть крепим мы его к контуру брусу и сверху уже устанавливаем брусок. Осуществляем также регулировку на необходимую нам высоту установки. И далее крепим к бруску уже непосредственно сам конек. Ветровые планки у нас все установлены в одну линию. Крепятся они непосредственно на брусок. В нижней части делается вот такой вот подгиб. Для того, чтобы у нас снег не попадал в подкроемное пространство, не задувало его. Вот эти вот резы подкрашиваются с помощью ремкомплекта. Делать это нужно в плюсовой температуре. Мы такие работы выполняли в теплом помещении. Потом уже подкрашенные планки непосредственно монтировали. В плюсовую температуру этого делать не нужно, куда-то их уносить. Подкрашивать с помощью ремкомплекта можно их по месту. Крепятся они у нас непосредственно сверху. Сейчас вот здесь покажу. Есть точка крепления. С помощью опять же гвоздей. Вот в этом месте их подкрасим позже. Уже когда будет у нас стоять плюс. Когда на этом объекте будем выполнять подшив. Также на данном объекте мы установили элементы принудительной вентиляции. Сейчас пройдем вовнутрь помещения и покажу вам, как они устроены. Здесь на крыше видим у нас два вентилятора и один фановый выход с колпаком. Друзья, вот так вот у нас выглядят проходные элементы внутри помещения. Вот такой вот элемент называется гидрозатвор. На него заведена пленка у нас подкровельная. И служит он для того, чтобы отвести конденсат от этого места, где у нас проходит непосредственно труба вентиляционная и фановая. Так выглядит фановая труба пошла вниз. Вот это у нас вентиляционная магистраль для тихой кухни, где будет использована тихая кухонная вытяжка. И пошла у нас вот такая вот магистраль. Круглая труба переходит в трубу прямоугольной формы. Для вентиляции вот этого будущего помещения здесь будет санузел. И для вентиляции, соответственно, санузла гардеробный на первом этаже. Вот такой вот переход выполнили из круглой в прямоугольную трубу, учитывая технические особенности и будущую планировку в данном доме. Вот так вот, друзья, у нас проходят по потолочной зоне вентиляционные трубы на первом этаже. Вот здесь вот у нас труба выведена под тихую кухню, под тихую вытяжку. И здесь у нас уже пошла магистраль в будущий санузел и в будущую гардеробку. Вот здесь вот будет организован забор грязного воздуха и санузла. Вот пошла у нас магистраль. Далее. И вот здесь вот у нас забор грязного воздуха будет уже непосредственно из гардеробной. Вот такие вот работы мы выполнили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok